Здравствуйте, уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите представить предварительные результаты нашего исследования, которое посвящено исследованию промежуточных биоптатов рака молочной железы на этапах неодевантной терапии. Всего было исследовано 89 пациенток с диагнозом рака молочной железы, которые получали неодевантную терапию с последующей резекцией молочной железы в 1-м хирургическом отделении Института онкологии имени профессора Петрова. До начала лечения материал исследования послужил трипан биопсии, которая выполнялась до начала лечения, после 2-3 курсов лечения на фоне химиотерапии и материал резекции. После получения морфологического заключения были выбраны окрашенные гемотоксилином и эзином КИ-67 препараты, которые были отсканированы в сканере Panoramic Flash 3 для получения цифровой копии и анализа полученных изображений. Анализ изображений производился в 2 этапа. Первым этапом выполнялась разметка зоны веса таким образом, исключая при этом зоны некроза, фиброза и воспалительной инфильтрации. И далее настройка алгоритмов для количественного анализа в модуле CellQuant. Выглядит это вот таким образом. Здесь представлен слайд, где в операционном материале полный патомаркологический регресс. Такие образцы мы не брали в счёт, естественно. Мы сравнили категорию клинической Т до начала лечения и после лечения по полученным данным. У нас получилось до начала лечения в основном были больные категории Т2, 54 человека из 89, а после лечения шкала распределилась таким образом. У 23 пациентов наблюдался полный патомаркологический регресс, и в основном большинство перешли в категорию Т1. Далее мы разбили каждую категорию и посмотрели, как менялось в каждой категории по отдельности. В категории Т4 13 человек, из них большинство перешли в Т2, 6 человек из 13. Чуть меньше и в Т1, и в Т0 только у одной. В категории Т3 также большинство перешли в Т1 из 9 человек. Т2 в основном полный патомаркологический регресс наблюдался в категории Т2. 19 человек из 53. При анализе полученных морфологических данных у нас больные распределились на 4 группы. Первая группа – это образцы, у которых в промежуточном биоптате опухоль найдена, и в материале резекции полный патомаркологический регресс. Таких случаев у нас получилось 11. Следующая группа – 10 случаев. Это где в промежуточной биоптии после двух курсов химиотерапии обнаружена опухоль, и в материале резекции полный патомаркологический регресс. Далее 15 случаев третья группа, где в материале опсии не найдена опухоль, а в материале резекции остаточная опухоль всё-таки была. Это наиболее сомнительная группа, потому что мы ещё не знаем, с чем это связано, так как либо это технические проблемы забора материала, либо какие-то есть нюансы у таких пациентов. Работа над этим продолжается. И последняя группа, большинство отнеслись к этой группе, во всех образцах присутствует рак. И у данной группы мы определили клеточную плотность, где у нас получились такие показатели. До начала лечения клеточная плотность составляла порядка 7 тысяч, после 2-3 курсов она снизилась в 2 раза и составила 4,5 тысяч в среднем. И в материале резекции у таких больных не было отмечено существенной разницы. То есть в продолжении химиотерапии клеточная плотность не изменилась. То есть идентичная картина в определении КИИ-67. Тоже в начале лечения, до начала лечения КИИ-67 индекс составлял порядка 50%. После 2-3 курсов он снижается до 22% и в операционном материале 27%. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.